Собираетесь установить кохлеарный имплант? Как вы думаете, что важнее всего? То, насколько хорошо вы будете слышать. Мы называем это эффективностью работы импланта. Как добиться максимально возможной эффективности импланта? Что ж, все начинается с электродной решетки кохлеарного импланта, которое вводится во внутреннее ухо, в улитку. Электродная решетка должна быть достаточно длинной для стимуляции всей улитки, чтобы вы слышали весь диапазон звуков, от низких до высоких. Представьте себе пианино, на котором недостает некоторых клавиш. Вряд ли на нем удастся сыграть прекрасную мелодию. Однако, эффективность работы импланта — это нечто большее. Вы хотите слышать звуки отчетливо и с нужной высотой. Как мы добиваемся этого? При помощи технологии Fine Hearing. Как работает Fine Hearing? Эта технология преобразует окружающие звуки так, чтобы ваш мозг смог их понять. Но ведь все кохлеарные импланты работают так же. Да, но не совсем так, как с Fine Hearing. Fine Hearing обеспечивает еще лучшую передачу низких басовых тонов, что делает звук еще ближе к естественному. Это как поменять старый граммофон на стереосистему с высоким разрешением и объемным звуком. Есть еще кое-что, что может повлиять на эффективность работы импланта. Электродная решетка должна быть мягкой и гибкой. Почему? Потому что улитка — очень чувствительная структура, и повреждать ее крайне нежелательно. Повреждение улитки может привести к снижению эффективности импланта. Не стоит так же забывать и о будущем. При неповрежденной улитке удастся эффективно использовать новые технологии в будущем. Итак, давайте еще раз перечислим три основных фактора для оптимального слуха с кохлеарным имплантом. Длинные электродные решетки с полным покрытием улитки звуком. Технология Fine Hearing, обеспечивающая более естественный звук. И чрезвычайно гибкие электродные решетки для сохранения чувствительных структур улитки. Мы называем это Triformance. Имплант будет с вами всю жизнь. Сделайте правильный выбор. Свяжитесь с нами. medel.com Slash contact Субтитры создавал DimaTorzok